Тем временем алматинские врачи продолжают бороться за жизнь двух военнослужащих. Они по-прежнему находятся в реанимации. Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе остается крайне тяжелым. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением самых опытных врачей города. Все подробности узнаем у Даны Килибаевой. Состояние двоих выживших в авиакатастрофе врачи пока оценивают как стабильное, тяжелое. У обоих военнослужащих черепно-мозговая травма. Термические ожоги тела второй и третьей степени. У одного из пациентов открытый перелом. Они до сих пор в реанимации. Делать какие-либо выводы, говорят специалисты, еще рано. У одного из пациентов сердечно-дыхательная недостаточность. Его состояние оценивается как очень тяжелое. Интенсивная терапия продолжается. По словам врачей, дефицита медикаментов и изделий медицинского назначения в больнице нет. В данный момент состояние двух пострадавших в авиакатастрофе остается еще очень тяжелым. Продолжается интенсивная терапия. Проводится гемотрансфузия, проводится плазматрансфузия, то есть переливание компонентов крови. Тем временем на сайте КНБ опубликовано информация об экипаже. В момент авиакатастрофы погибли 36-летний капитан Торжан Баймуратов, 37-летний майор Габит Барлахпаев и 36-летний сержант Евгений Васильков, а также 26-летний старший лейтенант Мухтар Сагинбаев. Известно, что двое выживших это те, кто управлял самолетом. Это 34-летний командир воздушного судна Артем Аширов и 25-летний борттехник, старший лейтенант Бахыт Ислямов. За их жизни сейчас борются врачи. Дана Килибаева, Рашид Шукаралеев, телеканал Алматы.